Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В правительстве России не рассматривалось предложений о замораживании заработных плат бюджетников и социальных выплат в 2015 году. Об этом заявил пресс-секретарь и вице-премьера Ольги Голодец, комментируя высказывание на эту тему министра финансов Антона Силуанова. Ранее глава Минфина заявил, что ведомство предлагает отказаться в 2015 году от индексации заработных плат госслужащих и других категорий граждан, чтобы стимулировать дополнительное потребление и спрос, в том числе на импортные товары. Также Силуанов предлагает заморозить индексацию социальных выплат. Банки выдали в 2014 году на 22% меньше автокредитов, чем годом ранее. Доля автомобилей, проданных в кредит, сократилась до 40,5% по итогам 2013 года. При этом в четвертом квартале 2014 года был зафиксирован самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных автомобилей – 35,5%. Улучшению ситуации в области автокредитования могут способствовать стабилизации внешней ситуации и действия государства по стимулированию отрасли. Например, программы субсидирования ставок, а также передача в Национальное бюро кредитных историй функции регистрации залоговых автомобилей для снижения риска в автокредитовании. Резкое падение российского турпотока на фоне украинского противостояния и нестабильность рубля отмечает Финляндия. До прошлого года россияне генерировали самую мощную туристическую популяцию на финском рынке, обеспечивая почти четверть его годового дохода от въездного туризма, приближавшегося к 4 миллиардам евро. Ряд приграничных районов отметили 70-процентный дефицит российских туристов в традиционно ажиотажные новогодние и рождественские праздники. Ребят, ну вы там уже определитесь, вам туристы милее или санкции? Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до 1768 пунктов. Среди лидеров роста МТС, Статнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Мегафон и Новотек. Лидеры падения акции Фармстандарта и РДР Русала. К открытию торгов на рынке акций России сложился неопределенный внешний фон. Биржевые площадки США накануне завершили торги в плюсе. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, котировки нефти снижались. Однако российские игроки возлагают большие надежды на сегодняшнюю встречу нормандской четверки в Минске. Курс доллара на 11 февраля 65 рублей 44 копейки. Курс евро 74 рубля 13 копеек. Золото стоит 2603 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 71 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent 57 долларов 92 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.